Приветствую вас, я постараюсь ответить максимально на опрос. Вам необходимо отойти от эгоцентрической позиции по принятию других людей. То есть, вы воспринимаете человека через призму своих собственных взглядов, как бы сравнивая его с собой. И если вы сравниваете другого человека с собой, то, естественно, может вашим требованиям не отвечать. Но другое дело, что у человека есть свои положительные моменты, свои положительные стороны, свои плюсы. И вот на эти плюсы вам нужно обратить внимание. Отойдя от взгляда, согласно которому, если молодой человек не соответствует тому, что есть у вас, он не очень соответствует. Если мужчина не водит машину, у него нет водительских баф, это никак не говорит о том, что у него нет ответственности. Он говорит о том, что человек не хочет водить машину, просто не хочет по идеологическим соображениям. А может быть, у него был какой-то негативный опыт, может быть, катастрофа была или что-то еще. И чтобы говорить о человеке как о безответственном, нужно для начала для себя понять, а что же, собственно говоря, проявляет его как безответственного. Что дает вам возможность говорить о том, что он безответственным. Как она проявляется. И если человек действительно не отвечает за свои слова и, в общем-то, обманывает, является ненадежным и прочее, то вот тогда, тогда действительно человек безответственный. А так, я думаю, вам нужно просто перестать сравнивать этого мужчину с собой и обращать внимание на его плюсы и достоинства. И понимать, что если бы у него было то же, что и было у вас, то вы бы были слишком похожи и вам было бы неинтересно. То есть, именно в разнообразии, именно во взаимном дополнении друг друга и кроется прочность отношений. А не в том, чтобы вы как бы соревновались друг с другом, тем самым рождая почву для споров. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.